Привет, YouTube! Это канал Простые Технологии, и снова поговорим про беспроводной звук, на этот раз про ТВС-гарнитуру. Логично, а то была у нас лапша, были накладные наушники, а вот популярные полностью беспроводные уши как-то мы обходили страной. Исправляемся. Что ж, распакуем эти вкладыши под названием Baseus W09. Формат их, разумеется, очень и очень напоминает известную продукцию от Apple, а именно AirPods. Но, в отличие от всяких подвальных i100000, i1000000 и i1000000, производителя Baseus нельзя обвинить в копировании. Все-таки контора солидная, многим хорошо известная, и не гоже им вставать на путь откровенного подделывания. Итак, наушники поставляются вот в такой коробке. Типография вызывает уважение. Такие наушники и подарить не стыдно. Все красиво, запаковано, полиграфия аккуратная. Основные характеристики можно прочитать на коробке. Итак, здесь Bluetooth 5.0, а значит связь будет неплохой. Тут Type-C, а значит не нужно искать старый microUSB, который уже всем поднадоел. Производитель обещает до 5 часов воспроизведения музыки на аккумуляторах наушников. Плюс здесь, разумеется, в самом кейсе и своя батарея. Поэтому можно и подзарядить. Не можно, а нужно подзарядить и от него. Ну, истинную автономность мы проверим в реальном тесте. Открываем коробку. Здесь нас встречает вот такой вкладыш с графическим изображением наушников. И сами наушники. Но много макулатуры, она нам мало интересна. При том, что интересно, наушники лежат не в кейсе, а отдельно. Наверное, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Вот, всё-таки Baseus пошёл своим путём. Можно обратить внимание, что дизайн Airpods здесь не полностью скопированный. Если вкладыши сильно напоминают яблочную продукцию, то вот ножка совершенно другая. Она квадратная, массивная. Ну, во всяком случае, в ушах они не будут выглядеть, как подвальная копия Airpods. Это у нас Air, это у нас L. Сам кейс. Ну, кейс понятно, на что похож. Тут даже вопросов не возникает ни у кого. Это стопроцентная калька с Airpods. Слышите этот звук? Здесь в крышке есть магнит. Вставляем наушники. Наушники вставляются тоже с магнитами. И вот можно заметить, кейс показывает, что пошла зарядка. A5X кодека здесь, разумеется, нет. Ну, а с другой стороны, что мы хотели за эти деньги на распродажу на Алиэкспрессе? Их иногда можно купить за тысячу рублей. Да и, честно говоря, с такими вкладышами, что у кодек SBC, что у кодек IPTX, качество звука где-нибудь в метро будет совершенно одинаковым и неразличимым. Так, и давайте закончим тогда с комплектом поставки. Здесь еще есть провод, который вот просто так лежит на дне коробки и не очень аккуратно перехвачен проволокой. Провод, кстати говоря, по качеству должен быть неплохим. Это я напоминаю USB Type-C. Отлично, что даже в простых ТВС гарнитурах наконец-то отказались от microUSB. Ладно, с распаковкой все. Теперь перейдем к реальному тесту наушников. Ну что же, неделя с Bazeus W09 прошла незаметно, так что можно поговорить, что это за наушники на самом деле и что они из себя представляют. Когда их достаешь из коробки, то может показаться на несколько секунд, что это где-то что-то рядом с AirPods по качеству сборки. Но это не так. Посмотрите на крышку, а вернее на то, как она люфтит, что в закрытом, что в открытом состоянии. А причиной этому вот этот зазор, видите, насколько он неаккуратно сделан. Здесь у нас щель большая, а здесь она уже сужается. Аналогично и с другой стороны. Ну вот так петли сделал производитель. Уж не знаю, сколько открытий и закрытий переживет кейс, но я бы не стал рассчитывать, что действительно наушники переживут многое. Если вы перфекционист, то вам, наверное, будет больно разглядывать щель между внутренней и внешней стороной. Не знаю, видно ли это на камеру, но щель достаточно большая. Или, например, криво установленный порт Type-C. Видите, есть небольшой, но весьма ощутимый зазор. Или, ну что, далеко ходить, это подгонка элементов корпуса самих наушников. Видите, заусенцы и всякое такое. Но на самом деле сами наушники сделаны достаточно крепко. В общем, ну что вы хотите, достаточно бюджетное изделие, поэтому ждать от него качество Apple, ну, не стоит, наверное. Дизайнерские изыски самих наушников, скажу так, не слишком практичные. Так вот, в эти самые полоски набивается очень много грязи, пыли, поэтому, чтобы наушники выглядели более-менее нормально, их надо постоянно чистить. А еще глянцевый корпус, что наушников, что кейса, плохо сопротивляется царапинам и затираниям. На каждом наушнике, над светодиодом, находится сенсорная площадка для управления. Я лично предпочитаю старые добрые кнопки, но тут сенсор работает внятно и без проблем. Двойной тап – это пауза и воспроизведение. Переключение трека на правом наушнике. Зажимаем площадку на секунду. Назад или отмотать трек к началу – это на левом. Зажимаем площадку тоже на секунду. Также левый наушник запускает Google Ассистент или Siri. Это двойной тап. Удерживаем сенсор более трех секунд. И наушник отключается. С последним связан достаточно неприятный момент. Наушники часто отключаются, если просто задержите палец на них, просто поправляя их в ухе. Причем, если мы так делаем с левым наушником, то отключаются оба уха. А вот с правым только оно, одно правое. Получается, что ведущая здесь именно левая. Хотя по отдельности наушники тоже могут работать. Светодиоды, кстати, здесь не отключаемы, ни программные, ни физические. Но свет достаточно приглушенный. На камеру, наверное, это не видно. Это белый такой молочный свет. Так что в темном помещении вы не будете смахивать на гирлянду. Светодиод на кейсе горит только при зарядке самого кейса или зарядке самих ушей. Но вот это заметно здесь. Светит он ярко. В темноте это достаточно заметно. А вот зачем эта кнопка, я так и не понял. Наушники автоматически переходят в режим коннекта, если их достать из кейса. Эти бассеусы достаточно крупные. Поэтому, например, в моих ушах они сидят комфортно. А вот если у вас уши небольшие, то, возможно, дискомфорт. Но что удивительно, их просто нереально выронить при ходьбе или беге. Они намертво держатся в ушной раковине. А разумеется, тут нет датчика приближения. Поэтому сами на паузу они встать не в состоянии, если их вытаскиваете из ушей. Поэтому делаем двойной тап. Либо на телефоне или на том устройстве, на котором вы музыку слушаете. Вот со звуком здесь всё не очень однозначно. Когда я подключил их к своему Покафону, то меня удивила низкая громкость. То же самое повторил с планшетом. А вот с плеером на максимальной громкости есть у меня такой Hi-Fi плеер. Они настолько громкие становятся, что на максимуме драйвера просто раздирает хрип и слушать невозможно. Вывод из этого можно сделать один. Громкость Basselus W09 сильно зависит от источника звука. Поэтому имейте это в виду. А вот качество звука, скажем так, на любителя. Повторюсь, здесь нет кодека EPTX. Хотя я думаю, что и он бы эти наушники не спас в плане музыки. Музыка с ними становится плоская, как стол. Ни басов, ни верхов. Звуковая картинка сваливается в одну единую кашу. Вообще, я думаю, что это не только проблема кодека SBC. Как показывает практика, на определенных моделях он себя неплохо показывает. Это проблема либо драйверов, либо той формы вкладышей, а-ля AirPods, которую выбрал производитель. Зато с аудиокнигами, фильмами, играми и ютубом наушники себя неплохо чувствуют. Интересно, что тут еще и нет ощутимой задержки между картинкой и аудиосигналом. Что на дешевых наушниках встречается крайне редко. Формат вкладышей по AirPods не предполагает даже минимальной звукоизоляции. Поэтому вместе с музыкой вы будете слышать все, что происходит вокруг. Это нужно просто принять. С одной стороны это хорошо, машины не собьют, а с другой не очень. А вот за микрофоны, которые находятся на каждом наушнике, Bassels W09 стоит похвалить. В некоторых обзорах их почему-то ругают. Возможно, там партии были другие наушников. Но мои Bassels на твердую четверку записывают и передают речь. Можете сами убедиться в этом. Так записывают звук микрофона Bassels W09 в квартире. Один, два, три, четыре, пять. Вот так Bassels пишет звук на относительно тихой улице. Один, два, три, четыре, пять. Сейчас Bassels на оживленной улице. Как пишут его микрофоны звук? Один, два, три, четыре, пять. Сейчас мы находимся за рулем автомобиля. И как пишет звук Bassels W09. Один, два, три, четыре, пять. Если обрывов Bassels W09 я не встречал, то вот заикания все-таки бывают. Причем трудно даже выделить закономерность их возникновения. Наушники на ровном месте начинают запинаться. Впрочем, бывает это нечасто и лечится банальным переподключением. Кстати, сами по себе они сигнал держат очень уверенно. Мне удавалось на улице и на десяти метрах от источника звука получать устойчивый сигнал. А уж в небольшой квартире проблем не будет и подавно. Гигантским плюсом W09 является автономность. Вот, в общем-то, в такой небольшой корпус, хотя, конечно, для кого-то он покажется очень большим, установлены аккумуляторы по 40 мАч. Батареи хватает на 5 часов при 70% громкости. Это реально. Производитель нас здесь не обманул. Действительно, 5 часов, а может быть даже чуть больше. На левом почему-то заряд кончается где-то на полчаса позже. Это все очень реально. Кейс на 450 мАч поднимает общую автономность до 25-27 часов. В реальности это до недели использования при 3-4 часах прослушивания музыки и разговорах. Что в итоге можно сказать об Azeus W09? Конечно, это не AirPods. Но мне они больше понравились, чем Redmi AirDots от Xiaomi и многочисленные копии под Apple гарнитуры. Во-первых, Bazeus все-таки стабильно работает. Во-вторых, тут нет проблем с автономностью. Наконец, тут очень толковый микрофон, что редко встречается на недорогих гарнитурах. А значит, разговаривать с их помощью можно и нужно. Вот с музыкой, да, качество ее в этих наушниках очень и очень посредственное. Главный вопрос целесообразности покупки Bazeus W09 – это их цена. Мне по распродаже они достались где-то за 1100 рублей. На старте они продавались за 2500. Я считаю, что это уже лютый оверпрайс. Поэтому, на мой взгляд, за эти наушники отличная цена – это где-то до 1500 рублей. Если уже дороже, то там есть варианты и поинтереснее, и по звуку, иногда даже по микрофону. В том числе и по автономности. Поэтому надо думать. Пиши в комментариях, какие наушники у тебя, и взял бы ты себе эти Bazeus. Пообщаемся. Ну и, конечно, жми лой с колокольчик и подписывайся на мой канал, если было интересно. Пока-пока.